Добрый день! Предлагаю вашему вниманию вторую часть мастер-класса как из грамм пластинки сделать часы. В первой части я загрунтовала поверхность, теперь буду делать декупаж на файле. Изнаночной стороной на файл кладу и наливаю воду. Теперь буду эту воду распределять по всей салфетке. Для чего это нужно? Салфетка после намокания должна увеличиться в размере. Я выгоняю лишние пузырьки и морщинки и складочки выравниваю все. И когда это все будет сделано, делать это надо очень аккуратно, потому что салфетка в намоченном таком виде очень уязвима. Теперь я солью лишнюю воду и перевернув файл салфеткой к пластинке, приложу ее и затем сниму аккуратно файл и салфетка останется на пластинке. Вот так вот нужно прицелиться и положить ровно на то место, где сделана грунтовка белая. Все разглаживаю и аккуратно снимаю. Можно слегка придержать кончик салфетки кисточкой мягкой, чтобы она вместе с полиэтиленом не отошла. Вот так. Что теперь? Теперь вы видите, что у меня вот небольшой краешек вышел за края пластинки. Очень трудно угадать, насколько увеличится этот кусочек салфетки после намокания. И если остался вот такой вот кусочек, который вам не нужен, его можно так вот слегка общипать. Теперь я покрываю клеем для декупажа или обычным клеем ПВА, на самом деле не имеет значения, от центра к краям очень аккуратно мягкой кистью, выгоняя последние какие-то там капельки, пузырики и разравнивая, если все-таки образовались какие-то складочки или морщинки. Но у меня все очень хорошо, ровно легло. И вообще этот способ, на мой взгляд, самый идеальный для того, чтобы салфетка легла ровно, без всяких морщин. Именно поэтому я ее всегда переношу с файла, а не по-сухому. Теперь вот эти вот излишки я слегка вот так вот уберу клеем. Мне нужно, чтобы у меня поверхность оставалась черной. Но клей ПВА белый вот такой вот после высыхания абсолютно прозрачный становится. Мне нужен спонж. Я пользуюсь простой бытовой губкой. Слегка вот так вот ее обрезаю, создаю нужную форму. Мне нужна круглая такая форма для того, чтобы потом с помощью этого спонжа наносить рисунок облаков. Я пользуюсь белой акриловой краской. Наношу кисточкой аккуратно краску на спонж. И вот таким вот примакивающим движением прохожу и создаю рисунок вот таких вот воздушных облаков. Я приготовила себе белую и голубую краску и решила, что у меня будут облака бело-голубые. Но потом посмотрела и поняла, что я не хочу сюда вводить голубой цвет. Мне показалось, что он здесь будет неуместен. Кроме того, с помощью облаков я завуалировала то место белой грунтовки, которое тоже у меня оказалось не под салфеткой, а значительно выше. Поэтому я прошлась по границе там, где ангелочки облокотились. И тоже сделала там такие воздушные облака. Я пользовалась немножко кистью и спонжем. Что еще здесь нужно сделать? Вы видите, что крылья ангелов не полностью покрыли грунтовку. Я рассчитывала на то, что они значительно увеличатся в размере. Но очень четко, вот так вот всегда трудно бывает угадать, насколько же шире станет салфетка. Поэтому я вот где можно завуалировать облаками, завуалировала. А кончики крыльев у левого ангела я буду покрывать краской. Я пользуюсь в этой работе набором акриловых художественных красок из 12 цветов. Я себе подобрала замес такой, чтобы он полностью тон в тон подошел под эти крылья. Такой коричневатый там цвет мне понадобился. Я смешивала вот этот вот оранжевый и салатный. Почему-то здесь вот он выглядит как красный, хотя это вообще-то оранжевый цвет. И воспользовалась вот таким вот контуром. Вы видите, я прямо из тюбика наношу его, потому что там очень удобный носик-дозатор. На самом деле это золотой контур по ткани. Но в данном случае не имеет значения, для чего эта краска. Это художественная акриловая краска или это краска по ткани. Она прекрасно ложится на бумагу. И у меня очень много есть работ, где я использую этот контур. Именно декорирую сверху по салфетке, по декупажу прохожу. И прекрасно все держится. И я часто этот прием использую. Мне нужно позолотить крылышки. Я наношу сначала дозатором вот этим вот прямо из тюбика краску тонкой линией. Поддавливаю слегка и краска выходит. А потом кисточкой вы видите, что я немножко себе выдавила на тарелочку керамическую, которая служит мне палитрой. И слегка, во-первых, растянула эти линии такие толстые, которые оставляют контур. И кое-где еще подрисовала кудри, позолотила. В общем, там, где я сочла это уместным, там я прошлась и нанесла эту золотую краску. Я забыла напомнить, что после каждого этапа необходимо просушивать работу феном. После нанесения салфетки обязательно надо просушить и после нанесения краски тоже. Здесь я наношу звездочки белым перламутровым золотым блеском гелем. На самом деле это тоже акриловый контур, только другого производителя. Золотой контур у меня был Декола, а этот вот хамелеон это фирма Таир, наш петербургский производитель. Вот этот вот лак глянцевый, акриловый я буду наносить сверху с помощью спонжа. Почему я это не делаю кистью? В данной работе, мне кажется, это будет неуместно делать кистью. Почему? Кисть оставляет такие, знаете, мазки, следы мазка кисти. Здесь я бы не хотела этого, поэтому я наношу спонжем. Это будет такая рыхлая зернистая поверхность после этого. Но поскольку здесь у меня облака, то мне кажется, что это будет хорошо сочетаться. Вот такая вот своеобразная фактура. Прохожу я в один слой. На самом деле это можно сделать и в два слоя с промежуточным просушиванием феном. Я прохожу один раз, а затем еще раз, но уже не наношу больше лак, а просто как бы выравниваю вот этот вот верхний слой. И пока у меня еще не высох этот клей, я буду приклеивать стразики там, где должны быть циферки. Прежде чем наносить лак, я сделала предварительно разметку. Сделать это можно с помощью специальных трафаретов, которые продаются в магазинах для творчества. И для того, чтобы эти точечки были видны, я их нанесла голубой краской акриловой. Теперь в то место, где должна быть циферка, я наношу капельку лака и туда аккуратно вот так вот пинцетом сажаю маленький стразик. Почему я не советую приклеивать их на момент? Дело в том, что момент содержит какое-то вещество, которое разъедает покрытие вот это вот зеркальная стразика и может разъесть эту краску, которая на нижнем слое стразика, создает вот этот вот зеркальный блеск. Просто окажется прозрачная стекляшка. Я уже с этим сталкивалась, поэтому я просто делаю капельку лака акрилового и сверху сажаю стразик. И он прекрасно схватывается и склеивается. Вот мне не хотелось в этих часах рисовать циферки, мне нравятся. Вот эти вот стразики, они выглядят как звездочки. Теперь я буду вставлять часовой механизм. Естественно, я высушила сначала работу. Еще раз повторяю, на каждом этапе мы просушиваем феном. В чем заключается сложность установки вот этого механизма. Дело в том, что здесь отверстие чуть-чуть меньше, поэтому я беру болтик. У него уже такой есть рабочий болтик. И немножко как бы расширяю этим болтиком. То есть я его завинчиваю вот так вот с усилием, чтобы чуть-чуть расширить это отверстие. Там надо вот буквально там, я не знаю, какая-то там доля миллиметра. И теперь у меня очень хорошо все встает. К этому часовому механизму прилагается нехитрая схема, как это все собирается. Собирается все это элементарно. Никакой сложности я в этом не вижу. Покупайте механизм с петелькой. Вот видите, у этого есть петелька. И нужно выровнять ее, чтобы она на циферке, где 12 будет, чтобы часы висели ровно. Фиксирую с этой стороны. Шайбочку и гаечку. И теперь сажаю стрелки. Стрелки были черными, я их позолотила вот как раз таки вот этой же контурной краской золотой акриловой и посадила туда еще стразик на каждую стрелочку. Стрелочки надо выровнять, потому что они очень тоненькие, они гнутся и когда вы вставляете батарейку, они могут идти и задевать друг друга, поэтому их нужно выровнять. Вот такие вот часики замечательные у меня получились. Такие часы могут стать украшением интерьера и хорошим подарком. Наносить можно абсолютно любой рисунок и по любому поводу. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи!